Музыка Председатель Одесской областной государственной администрации Владимир Жмак Министр аграрной политики и продовольства Украины Павленко Алексей Павленко Первый заместитель министра аграрной политики и продовольства Владимир Шульмейстер Простите, первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер Председатель Украинской аграрной конфедерации Народный депутат Украины Леонид Казаченко Первый заместитель председателя Одесского областного совета Игорь Смирнов Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный Глава правления группы компаний All Seeds Вячеслав Петрище Посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова господин Кристиан Шоленбергер Акционер группы компаний All Seeds Александр Фельдман Исполняющий обязанности главы Коминтерновской районной государственной администрации Сергей Кривенко Директор All Seeds Суэдзерланд Мистер Кис Вринс Дамы и господа, церемония открытия маслоэкстракционного завода All Seeds объявляется открытой Добрый день! Добрый день! Я считаю, что сегодня это реально в Украине свято Потому что в этом году это одна из самых больших инвестиций Причем инвестиции не только в Адейской области, а в том числе и на Украине Поэтому я хочу сказать наступное Первое, Украина сейчас не просто имеет амбитные планы Мы номер один в свете по солнечнику, по солнечной колеи, по эксплуатации Мы имеем лидирующую позицию по виробнисту В соответствии к потужности, что мы видим сейчас перед нами Воно не только нас сейчас в этом рынке серьезно закрепить Но в том числе нам подтвердить возможности В том числе и расширения по другим товарным группам Настолько я знаю, что это и вторая черга, и третья черга Поэтому в рамках того, что Украина достигла буквально тиждень тому назад Рекордные цифры по экспорту Это 34,6 миллионов тонн зерновых Я хочу сказать, что данные инвестиции, данная вера в Украину Ви бачите, у нас есть сегодня присутствие иноземные гости У нас присутствие иноземный капитал Для нас есть великая честь и пешана Поэтому мы будем делать все, чтобы инвестиции идут дальше И чтобы они только продолжались Поэтому я хочу приветствовать, действительно, святом И благодарить инвесторам и всем, кто принимает это участь Дякую Витали от имени команды губернатора Михайла Саакашвили Всех вас на открытии завода Для нас это знаменитая события Мы будем сподіваться, что приклад наших партнеров Будет подхоплений іншими инвесторами Мы же, свого боку, гарантуем, что бизнес-климат в Одессе Будет направлено на будь-які инвестиции Маленькие, большие, но и те, что будут працювать на благо региону Хочу подкреслить на этом Потому что эта события далеко не национальна Вона мает международное значение Висно, министр сказал, что Украина Найбільшой в свете Постачальником цієї продукции на святой рынке Но мне хотелось повернуть Трошки в историю Вячеслав, который инвестирует это предприятие Я его помню с первого кроха в бизнесе Я знаю, что мало кто в нашей стране Он сделал так много для этой галузи Как он Мне бы очень хотелось, чтобы мы шанули таких людей На жаль, у нас не всегда бизнес по шаме Я знаю, как нелегко ему было бы строить этот завод Сколько, я не знаю, будет ли он это говорить Не будет, мабуть, публичного Сколько приходилось И приходится сегодня еще донати перешкод Чтобы сделать такое предприятие Чтобы сделать для всего света Потому что мы спасаем людей Памятайте, 30 тысяч Щодня помирают от голода И не только оливье И другие продукции из Украины Сьогодни спасают величезную кількість людей на планете Нам за это кланяется весь свят Нам нужно заставить поклониться таким людям Тим, кто заважает им працювать Есть надея, что смена керемництва в этом регионе Даст возможность здесь працювать А не все зависит от этого Поэтому хотелось бы Тут есть министр, первый заступник Они делают много, но этого не достаточно Я очень благодарен за приглашение на эту величезную подию Это знаковая для Украины подия Виктория такого краснения за годом Я знаю Вячеслава Ивановича З 1999 года Я видел развитие компании Как она взросла И у меня было запитание Но сегодня оно само собой разрешилось Запитание, почему побудованные были тут За такой отстанью от порта Побудованные вот эти споруды Зараз я понимаю, что масштаб Вячеслава Ивановича Такий, что он просто разогнался Чтобы далеко будить до моря И мы, как Министерство инструкции Мы в этом помогаем И Укрзалезница И дороги Дороги вы бачили в любом состоянии сьогоднем В жахливом Тому задача для нас Для Министерства инструкции Это сделать так, чтобы инструкция Была приваблива для инвестиций Чтобы такие заводы, как эти Они взросли и появились еще и еще Разрешите мне от имени всей компании Поблагодарите вас, что вы нашли время Посетить наше торжество Открытие вторую очередь нашего проекта Маспроекционного завода Скажу честно, на самом деле Очень приятно вас увидеть здесь Не просто потому, что вы приехали А потому, что этот проект состоялся Если бы многие из вас здесь были два года назад Когда мы открывали только первую очередь Мы вам торжественно пообещали Что через два года здесь будет стоять завод Обратите внимание, мы выполнили свои обещания Через два года завод стоит Хотя построен на самом деле Он был всего-то за семнадцать месяцев С момента забивания, скажем так, первой сваи Но на эти семнадцать месяцев Как раз выпали самые тяжелые времена В нашей стране и, понятно, для нашей компании Это и кризис, и Майдан, и война Поверьте мне, в это сложное время Было очень сложно строить этот объект В первую очередь, наверное, с психологической точки зрения Тем не менее, завод построен Смело скажу, что это самый большой Самый современный завод в Украине Могу сделать даже такое нескромное предположение Что это один из самых больших и современных заводов в Европе Хочу поблагодарить компании, которые участвовали в строительстве этого завода Это поставщики нашего оборудования Всемирно известные компании Такие как Андриотти, Бюллер, Винке Китайская компания Муян, в которой она поставила элеватор Хочу поблагодарить строителей, конечно же, которые все это строили Такие компании, как Элхом, Текмаш, Айрайс Потому что действительно построили завод за 17 месяцев Я не имею права их не поблагодарить за это Согласитесь, это в очень сжатые сроки И с качеством, которое вы видите, это тоже отложено их профессионализм Хочу поблагодарить районную администрацию Коминтерновского района Которая нам все это время содействовала в решении всех административных вопросов Хочу сказать огромное спасибо Леониду Петровичу Казаченко Который так смачно обо мне рассказал Действительно, на протяжении всего этого времени Он со всех сил, на всех фронтах, где только были какие-то у нас проблемы Он действительно помогал их все решать Хочу сказать спасибо министру транспорта В лице господина Шульмейстера Сегодня он представлен, к сожалению, министр не смог приехать Что действительно нас включили в список инвесторов по развитию железной дороги На железнодорожном пути к станции Береговой Что позволит расширить эту станцию примерно на 10 миллионов тонн Что позволит реализовать дальше наши проекты Многие из вас уже, наверное, успели ознакомиться с макетом Вот то, что вы сегодня видите и построено Это всего лишь 20% от того, что мы собираемся построить до 2021 года Это и вторая очередь этого завода Практически будет завод в леснец Это и завод по переработке сои на полтора миллиона тонн Это и элеватор, через который мы будем переваливать на экспорт Собственную продукцию и продукцию наших партнеров И это также строительство собственных причалов Конечно же, это будет хороший толчок, наверное, для всего региона Да и не только для региона, пожалуй, для Украины Это создание новых рабочих мест Это поступление валютной выручки в страну Это уплата налогов всех уровней Я думаю, это проект Может быть даже и не скромно скажу, но я для себя лично его считаю достаточно грандиозным и амбициозным Единственное, конечно, на всем этом нашем пути возникают некоторые трудности В том числе, вот не могу не сказать я господину шуммейстеру По поводу, хотя, подчеркиваю, я только что поблагодарил за то, что нам сделали железную дорогу Но не могу, к сожалению, я не поблагодарить, потому что нам до сих пор не дали причалы Подчеркиваю, не подарили, подчеркиваю, не дали приватизировать Подчеркиваю, нам не дали их построить По сей день мы не можем добиться, хотя два года добьемся И вы, господин шуммейстер, уже даже сами давали указания своим подчиненным этот вопрос решить Он не решен К сожалению, нет нашего губернатора Саакашвили, которому я хотел в том числе и эти вопросы Точнее, попросить его помочь в решении этих вопросов Так как, на самом деле, считаю, Одесской области повезло С таким губернатором, реформатором Так как на сегодняшний день мы видим, как инвесторы, буквально фибрами всей своей души Мы ощущаем изменения, которые идут в нашей стране в целом И особенно в Одесском регионе с приходом Михаила Саакашвили в частности Хочу на этой мажорной тоте, наверное, закончить и попросить всех инвесторов, банкиров, которые здесь собрались Пожалуйста, перестаньте тратить свои деньги на путешествия ознакомительные по Украине Перестаньте тратить деньги на всевозможные конференции, на которых только обсуждается кризис, риски, война, Путин и так далее Хочу вас попросить, сильно порекомендовать от лица человека, который понимает, что такое инвестиция Понимает, что такое стройка в нашей стране Начинайте финансировать экономику Украины Начинайте вкладывать в нас деньги Поверьте, изменения происходят Украина движется, развивается И с вашей помощью это будет происходить намного быстрее Все у нас с вами получится Слава Украине! Большое спасибо всем за ваш визит к нам Большое спасибо руководству, народным депутатам, министрам Боюсь кого-то забыть Всему руководству Филиндан Сейчас действительно непростое время Времена никогда простыми не бывают Поэтому мы четко знаем, мы для себя решили Наше оружие, наш вклад, это добавленная стоимость в экономику государства И мы на самом деле хотим одного У нас нет преференций Мы ничего не просим, кроме одного Сделайте для всех равные условия Остальное я надеюсь, что мы сделаем сами Это же касается любого бизнеса Отдельно я хочу поблагодарить Председательное правление начатного банка Пышного Андрея Григорьевича Который практически с самого начала проекта работал с нами Но самая большая благодарность Это простому рабочему Который в снег, дождь, жару, стужу Работал на этой открытой площадке Поверьте, здесь зимой не очень приятные условия Ветерок с моря С моря? С моря Сейчас хорошо, что с моря Слава Богу Поэтому еще раз большое вам спасибо Что вы потратили время И оказали нам уважение Очень приятно присутствовать на таких мероприятиях И когда непосредственно Способствуешь инвестициям Двух слова скажу за район У нас молодая команда Мы один из немногих районов в Украине Которые сделали схему районного планирования Которая позволит вам, инвесторам Инвестировать деньги Начинать энергоэффективность И заканчивать тяжелую промышленность У нас есть три зоны индустриальных парков У нас есть площадки, под которые вы можете приходить и работать У нас прозрачные условия работы Мы требуем инвестора Регистрация по Коминтерновскому району И создание рабочих мест Все остальное это наши вопросы Наши совместные И бизнес должен быть социально ответственным Дамы и господа Дамы и господа Доброе, что быть предполагаемым Престивающим списком Престивающим списком Это что все уже было сказано Вы знаете, одно из преимуществ Быть уже в конце списка тех, кто выступает Это то, что все самое важное уже было сказано Я не буду повторять все благодарные речи Которые были сказаны предыдущими гостями Так что я просто хочу подтвердить Все люди говорили о Позитивной инвестиционной ситуации В Одессе области Я думаю, что я живой доказательством Вы знаете, единственное, что я хотела бы сказать Это еще раз подтвердить то, что Сейчас в Одесском регионе создан Благоприятный климат для развития бизнеса И я тому живое подтверждение Конечно, это никогда не было легко Но мы всегда получали поддержку От всех тех инстанций, которые сделали возможным существование этого проекта Теперь я хочу обратиться к некоторым людям, которые мы действительно должны Фокусироваться на тех, кто сделал этот проект И это, конечно, я хочу благодарить Александру Андриотти Для помощи и помощи, которые он сделал в создании этого проекта И я бы хотела бы сейчас лично поблагодарить еще раз одного человека Имя которого еще не было усказано Александра Андриотти Александра Андриотти Все все понимают, кто он Все понимают, кто он Это нормально Я хочу очень благодарить Евгений Климович, который наш главный инженер, который сделан это возможным. Спасибо большое. Мои друзья, сегодня получил звонок от Михаила Саакашвили. Он через час будет здесь, и мы проведем пресс-брифер. Поэтому, прохание до прессы не расходитесь. И, заодно, пан Петричев сможет все вопросы ему задать. Это самый мощный завод в Украине. Вопрос к министру. Можете ли Вы сказать, что это самое крупное инвестиционное предприятие в Украине? Вы знаете, да. Пока что самая большая инвестиционная, в аграрной сфере самая большая инвестиция. И то, что мы видим, тут и другие инвестиции довольно крупные. Мы сейчас приехали из Америки. И то, что было озвучено инвесторам, видим до полумиллиарда долларов общих инвестиций. В разных направлениях, в том числе и в Крашенко сейл и сейл, что мы сейчас видим здесь. В том числе и в переработку, и в портовую логистику. Интерес очень большой. И мы очень рады, что такие инвестиции идут. Я предлагаю, потом сделаем пресс-подход, пока мы слушаем экскурсию. Спасибо вам. Расскажите. Тут же вы видите, чтобы еще стройка не закончилась, мы запустили в первую очередь строительство, в первую очередь нашего элеватора и завода. И продолжаем строить сушительный комплекс и расширение элеватора, строительство второй линии приемки для увеличения мощности приемки, для того, чтобы ускорить обработку транспорта от фермеров, минимизировать время разгрузки простой и так далее. То есть будет вторая линия, будет еще третья линия, да? Вторая линия разгрузки, да. Фактически мы сейчас уже проектируем вторую линию завода, которая будет, как я сказал, практически близнецом этого завода. То есть общая мощность будет порядка 4000 тонн переработки в сутки по подсолнечнику. И расширение элеваторного хозяйства соответственно. Я хотел бы приветствовать прессу, и мы уже несколько... С первого дня, когда я здесь в администрации сидим за открытием и за завершающим этапом этого потрясающего завода, знаете, вот среди войны в Украине открылся завод инвестиций до 200 миллионов долларов. Украинство шло в разгар боевых действий. Решение было принято продолжить строительство тогда, когда все говорили, что Одессу возьмут вот-вот путинские танки. И это прекрасный пример того, что какая бы ни была война, если будут условия созданы для инвесторов, сюда придет весь мир. И это очень показательно, и это очень знаменательно, что не только открыли этот завод, но еще инвестор хочет вложить 60 миллионов долларов, а это 200 миллионов долларов этот завод уже, для того, чтобы открыть новую, новую мощность этого завода, и новые инвестиции, и новые рабочие места. Я был за несколько недель до этого в Беляевке, и я, видишь, знаю, сотни и сотни людей, которые, больше тысячи, которые заняты на этом заводе, на тех работах, которые связаны с этим заводом. Они покупают все сырье на месте, ниоткуда не привозят. И это тоже очень важно, потому что у фермера появился рынок сбыта. Единственная проблема, о чем мы все должны поговорить, и я эту проблему уже ставил перед центральным ветром, чтобы это выделение причала для этого завода, чтобы он сам испортил свою продукцию. Точно так же, как есть монополия на авиацию, ровно таким же образом есть монополия на причалы и на порты здесь. Порты вроде государственные, а на самом деле одни и те же владельцы частых причалов договорились, у них картельное соглашение, других не пускают к морю. И это усложняет инвестиции, это усложняет, и продукция становится дороже, и невозможно эффективно работать. Поэтому я хочу сказать, что я не собираюсь там, надеюсь, не придется устраивать такой же скандал, что и с усовьи администрации, и набег на администрацию куда-нибудь. Я не хочу, чтобы я был, моё имя связано было только с набегами, с наскоками на каких-то чиновников. Но хочу послать привет уважаемому главе портовой администрации Киеве, и вежливо его попросить. Пожалуйста, дайте этому заводу разрешение на причал. Землю мы найдем. Но, пожалуйста, не надо все время защищать от нее те же маленькую мафию, которая орудовала всегда здесь. Дайте причал и возможность выйти и торговать тем, кто реально вкладывает деньги и создает рабочие места. Да никто, ничего же они не просят, они просят субсидии, они просят их там чем-то другим еще наградить. Единственное, просят не мешать, пропустить, дать возможность создавать новую мощность. Что тут непонятно?